Знаете, чем мы давно не занимались на этом канале? Мы очень давно не обсуждали, сколько зарабатывают люди, которые не являются нами Гораздо больше, чем стоят все ваши жизни вместе взятые Бобби, наш и всё котик, был очень шаловливым мальчиком последний год Несмотря на то, что он не смог встретить необходимые квоты по заработку Activision Blizzard Он, тем не менее, всё ещё зарабатывает 30,5 миллионов долларов Ну или 31 миллион долларов, там примерно варьируется немножко Ну знаете, плюс 200 тысяч, минус 200 тысяч, бывает всякое Я надеюсь, что Бобби перебьётся, если вдруг у него от этих 30 миллионов 200 тысяч отнимется Никому не пожелаю такое врагу даже Только вот никто не мог подумать, что даже инвесторы, даже акционеры этой долбаной компании Охреняют, когда посмотрят на его заработки, сравнят их с необходимыми квотами, которые не были встречены И потом подумают, настолько ли справедливо, что наш всё Бобби летает на своём личном самолёте на Гавайи И тусить там с женщинами или, может быть, мужчинами Мы здесь никого не осуждаем за их предпочтения В то время как компания, которая и раньше-то ему, по сути, столько бабла давать не должна была Не отличается особыми успехами Сколько раз на этом канале уже упоминалось имя Бобби Котика? Слишком много Слишком много для здорового человека Но как мы можем его не упоминать, когда он настолько важная личность? Вы тоже иногда задумываетесь, почему это он буквально на каждой своей фотке такой улыбчивый Причём улыбка неподдельная, он действительно наслаждается жизнью Если задавались вопросом, я дам вам на него ответ Общее состояние папы Бобби на данный момент оценивается примерно в 600 миллионов долларов Его нетворс, так называемый Условно говоря, нетворс означает величину, которую вы могли бы получить, если сейчас распродали бы всё его имущество по актуальным рыночным ценам Это много Это довольно много Примерно столько стоит его жизнь С самого детства ожидал момента, когда о нашей жизни наконец-то получат денежный эквивалент Он настал Если без иронии, я не думаю, что новость о богатстве Бобби Котика вызвала хоть у кого-то удивление Он большой мальчик, и не только в буквальном, но и в переносном смысле Однако вопрос заключается в другом Даже инвесторы уже охреневают, насколько он большой мальчик Они предполагают, есть такое мнение, что Бобби Котик не заслуживает быть настолько большим мальчиком, насколько он большим является по факту Можно даже предположить на секунду, что чувак, который отвечает за то, кто будет получать ежегодные премии, не должен получать настолько большие ежегодные премии И под есть мнение, я подразумеваю, что за сокращение премий Бобби Котика проголосовали акционеры Activision Blizzard Понимаю, что я немножко опаздываю с освещением этих новостей, но до них нужно было дойти в какой-то момент, пока ещё актуально С ними мир немножко веселее За последние 4 года Котик в общей сложности заработал порядка 100 миллионов долларов В эту сумму включается не только его фактическая зарплата, потому что его фактическая зарплата, насколько я помню, составляет порядка 1,5 или 2 миллионов Около того, гораздо больше он получает за счёт отдельных статей Таких, как собственные акции, таких, как ежегодные премии Ежегодные премии, это самая большая статья его доходов А также ещё некоторые вещи по мелочи В то же время средняя зарплата работника Activision Blizzard, человека, который как раз-таки занимается тем, чтобы компания росла вверх Он делает продукт, который эта компания потом будет продавать В это же время его зарплата в среднем составляет менее 1% от общих доходов Бобби Котика Это неприятно, я понимаю Звучит, как не самый плохой повод для бунта, из всех которых я слышал, понимаю, да Кстати говоря, можете пофантазировать в комментариях, каким образом вы бы решили расправиться с Бобби Котиком Будучи вы в Activision Blizzard, не знаю, уборщиком или каким-нибудь другим работником, который получает Немножко меньше, чем 1 треть всей его общей зарплаты ежегодной, причём они вот общих доходов за 4 года Я уверен, что вы придумаете что-нибудь получше, чем просто сжечь его на костре, проявить фантазию А я тем временем поиграю в адвоката дьявола Ну, в рамках разумного, по крайней мере Нет ничего удивительного в том, что исполнительный директор настолько успешной компании, как Activision Blizzard, получает много денег Это нормально для успешных компаний В конце концов, работа исполнительного директора заключается в том, чтобы компания как раз-таки была успешной И чем более успешна компания, тем, соответственно, больше получает исполнительный директор Зарплату которому назначает совет директоров Потому что чем больше он получает, тем больше шанс того, что он не перекатится в другую компанию и не станет делать более успешной её А останется с нами и будет развивать нашу компанию Соответственно, вы можете уже представить себе, почему невозможность встретить квоты за последний год вызвала недовольство со стороны акционеров Которые посчитали, что отсутствие снижения зарплаты у Бобби Котика, отсутствие снижения бонусов, которые он сам себе назначает Это не совсем правильно соответствующий ситуации знак Наверное, всё-таки ему нужно немножко затянуть пояс потуже Нельзя отрицать очевидного, Activision Blizzard при Сергея Семёновича Бобби Котике заметно изменился, расцвёл, преобразился Я бы даже сказал Лаки Парк Горького, насколько, но у нас есть конкретные цифры Их нам в очередной раз предоставляют представители самого Activision Blizzard в своём ответе геймспоту При управлении мистером Котиком, который, кстати говоря, поставил рекорд как исполнительный директор, продержавшийся на одной должности в IT-компании самое долгое время Activision Blizzard повысила свою общую стоимость с 10 миллионов долларов до 53 миллиардов долларов Я не думаю, что на эти цифры можно плевать Действительно, Бобби что-то понимает в бизнесе Более 90% доходов мистера Котика основаны на, как у нас в русских деревнях говорят, его перформансе И, соответственно, вы можете заметить, что наши акционеры, в общем-то, не жалуются Ну, по крайней мере, до настоящего момента не жаловались, потому что теперь ситуация приняла немножко неожиданный оборот Доходность Activision Blizzard, конечно, очень высокая С этим спорить сложно И Бобби Котик действительно привёл компанию к успеху Поднял её, так сказать, с колен С тех пор, как встал на пост исполнительного директора в 90-м, по-моему, году С этим тоже спорить сложно Однако, о чём забывать нельзя, так это о многочисленных фейлах компаний Которые в какой-то момент времени должны были привести к уменьшению его доходности Хотя бы на какую-то значимую цифру Если память не изменяет, в 2018-м, по-моему, году Во время аналогичного происшествия Она снизилась примерно тысяч на 200 или на 300 долларов Что довольно сложно назвать значимой цифрой Я не думаю, что он это очень сильно на себя ощутил В принципе, когда дело доходит до подобного рода заработков Есть некоторое плато Наступает момент, после которого подобные деньги, которые он зарабатывает Уже просто перестают какую-либо роль играть Я напоминаю, что сейчас говорю с позиции человека Который никогда в своей жизни не зарабатывал много До последних трёх лет, может быть Поэтому, вполне возможно, что да Когда ты начинаешь зарабатывать 20 миллионов долларов Ты уже ощущаешь разницу между 20 и 30 миллионами долларов Однако, со своей позиции, это исключительно моё мнение Если у вас есть своё, пожалуйста, напишите его в комментариях Мы с вами его обсудим Есть момент, после которого дополнительные доходы перестают делать какую-либо разницу для тебя Условно говоря, давайте скажем, что это плато составляет примерно миллион долларов Допустим, ну чисто ради того, чтобы вы поняли, о чём я говорю Когда ты зарабатываешь, ну скажем, 20 тысяч рублей в месяц И потом внезапно ты начинаешь зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц Для тебя эта разница довольно ощутимая Естественно, она для тебя ощутимая Вместо того, чтобы есть одни дошираки Ты начинаешь есть дошираки с приправами Может быть, бигбоны Может быть, я не знаю, бизнес-меню в конце концов А иногда даже в кабак можно сходить Потом, когда ты начинаешь зарабатывать 80 тысяч рублей в месяц Ты уже можешь позволить себе что-нибудь интересное Ты, может быть, даже начинаешь откладывать деньги на что-нибудь небольшое Когда ты начинаешь зарабатывать 180 тысяч рублей в месяц Ну чёрт возьми, чувак, ты уже можешь разгуляться периодически Потусить можешь Купить себе что-нибудь, там, не знаю, сетап микрофоновский какой-нибудь Чтобы в стримеры уйти навсегда Но в какой-то момент наступает плато После которого ты начинаешь зарабатывать столько денег Что у тебя уже особо не хватает идей, куда всё это тратить И опять же, это исключительно моё мнение Может быть, идеи появляются по мере поступления денег Но, с другой стороны, у нас есть большое количество примеров того Когда люди зарабатывают много и не знают, что с этими деньгами делать Ну, хороший пример — это стримеры Стримеры зарабатывают достаточно много Не русские стримеры, а западные Которые в долларах получают примерно раз в 10 или около того ставки у спонсоров больше И да, конечно, поначалу ты очень сильно чувствуешь разницу Сначала ты начинаешь есть хорошую еду Потом ты начинаешь есть, ну, просто охрененную еду Потом ты покупаешь себе дом Потом ты покупаешь себе вилу Ты покупаешь себе сраное поместье Но потом, когда ты купил себе поместье, джакузи в него и бумагу туалетную и золото сделанную Ты уже больше не знаешь, что ещё делать с этой сранью Ну, правда, что ещё тебе остаётся? Купить себе личный самолёт? Может быть Для огромного большинства стандартных людей зарабатывать больше, там, миллиона долларов в год Это не сделает никакой разницы Между одним и двумя миллионами долларов особо большой разницы не будет Но если, конечно, ты не любишь покупать себе новый Rolls-Royce каждый месяц Тогда да, тогда тебе, конечно, нужно побольше Но как будто этого было мало Зарплаты Бобби Койтика, вот лично этого замечательного человека Систематически на протяжении многих лет Превышают аналоги у его коллег У других исполнительных директоров Которые также могут отличиться Ну, правда, в разных отраслях Но всё-таки тоже могут отличиться довольно заметным ростом Как так получается, что человек, который ответственен за распределение годовых премий В итоге даёт себе самую большую премию И с каждым годом эта премия становится всё больше и больше В какой-то момент даже акционеры уже начинают задаваться вопросом Нахрена тебе столько денег, Бобби? Бобби, остановись, пожалуйста Бобби, попридержи коней Давай мы снизим тебе зарплату на миллионов на 10 хотя бы С тебя не убудет, правда Технически с тебя убудет, чисто по цифрам Но морально, вот морально, да Тебе не пора ли остановиться? Что ты делаешь со всеми этими деньгами? Твою штума И ситуация нихрена не прибавляет в спокойствии Когда мы вспоминаем тот факт, что в прошлом году Activision Blizzard уволили 800 человек Из-за того, что на них всех не хватало денег Штат нужно было сокращать И знаете, что я ещё раз сыграю в адвоката дьявола частично? Позвольте, позвольте мне, просто послушайте меня, окей? Как и многие мои коллеги-блогеры Когда вся эта ситуация с увольнениями только происходила Я распинался о том, насколько это плохо и бесчеловечно Да, конечно, в какой-то степени это определённо плохо и бесчеловечно Но, это важное но Оно бесчеловечно и плохо не совсем по тем причинам, по которым вы можете подумать Перенаем персонала случается во всех компаниях Вы периодически будете нанимать слишком много народу Народу, который вам по большей части не нужен Вопрос возникает, как так получилось, что они наняли 800 человек 800 человек им оказались не нужны Я вам скажу, как это произошло Это произошло, когда World of Warcraft начал зарабатывать неимоверные бабищи Потому что, конечно, на этом канале всё связано с World of Warcraft В очередной раз просто привыкните уже Когда количество подписчиков активных, подписчиков World of Warcraft перевалило за 10 миллионов Темпы разработки начали очень быстро ускоряться С темпами разработки приходилось нанимать всё больше и больше людей Причём не только людей на разработческие позиции Но также и людей, которые должны были занимать позиции саппорта Которые должны были поддерживать связь с этими 10 миллионами подписчиков А потом их-то стало вообще 12 миллионов в самом начале Катаклизма И в конце Личкинга примерно, вот в этот момент Я забыл, какие это годы примерно После катаклизмовского бума подписчики начали активно идти на спад Год за годом, год за годом И в какой-то момент Activision Blizzard посмотрели на вот этот избыточный персонал Который занимался поддержкой неизвестно кого Все эти подписчики уже давно свалили и больше в игру не играют И сказал, знаете что? Нам надо просто от них избавиться Они жрут хлеб не то, чтобы ни за что, но они не должны жрать столько хлеба Вот нам нету просто смысла столько хлеба им давать Это определённо вина Activision Blizzard, что они довели ситуацию до момента Когда увольнять пришлось 800 человек одновременно В идеале, в утопическом мире, в котором мы с вами, видимо, не живём Увольнять этих людей нужно было постепенно Нужно было постоянно каждый квартал проводить какие-то проверки Реструктуризацию и так далее Нужно было смотреть, сколько человек мы можем себе позволить И сколько человек мы себе позволять должны Постоянно, а не через много лет обращать на это внимание И таким образом увольнений В конечном итоге, если бы они немножко размазали это масло по хлебу Было бы столько же Эффективно, вот суммарно увольнений было бы столько же Но только печатная пресса не писала бы О том, насколько плохо так массово увольнять людей Потому что их бы просто не увольняли массово Их бы увольняли очень размеренно Настолько, что вы даже не заметите Там, по условно говоря, 10 человек в квартал По 15-20 человек в квартал Около того, там, математику примерно у себя было Прочитайте Потому что заголовки про то, что Activision Blizzard увольняет 800 человек После рекордных доходов в 2018 финансовом году Они, конечно, звучат не очень хорошо для вашей компании Репутация падает Но виноваты в этом исключительно вы Я имею в виду, никто бы не писал заголовков Если бы увольнение в количестве 30 человек происходит После рекордных доходов в 2018 финансовом году Цифра немножко не такая хайповая И вина исключительно на вас лежит за то, что вы не увольняли по 30 человек систематически раньше И вот конкретно за это вину на Бобби Котика повесить уже можно И я даже считаю, что нужно В конце концов, если мы проводим параллели с его коллегами Занимающими аналогичную должность То вспоминаются примеры замечательных людей из той же Нинтенды Про Сатору и Вата, я конечно же говорю Которые, будучи исполнительными директорами, вели себя как люди Как живые человеческие существа, у которых есть сострадание И у которых есть понимание того, что самое главное иметь в компании в тяжелое время Это стабильность Под тяжелым временем, конечно же, подразумевается время, когда их актуальной консолью была Wii U Про судьбу Wii U, я напоминать, надеюсь, не надо Она не очень хорошо сложилась Продажи были не самые лучшие Потому что ее тупо рекламировали С играми на нее тоже были проблемы Короче говоря, получилось некрасиво И народ можно было бы увольнять в тот момент до выхода Нинтендо Свитч Который в итоге показал отличные результаты Но народ не увольняли Никого не уволили За провал, который прежде всего лежит на маркетинговой компании Который прежде всего лежит на исполнительных директорах Отвечавших за эту маркетинговую компанию Одобрявших ее В том числе и на Сатору и Вата Что сделал Сатору и Вата? Он сократил себе зарплату в два раза Он просто обрезал себе зарплату и раздал ее своим работникам Чтобы им не пришлось умирать с голоду Собственно говоря, так все и получилось Потом вышел Свитч и все стало снова хорошо Но это уже другая история Неспособность ответственно и эффективно работать с человеческим капиталом Распределять увольнение и наем равномерно В конце концов подходить к этому так, чтобы у компании не страдала репутация И не увольнять 800 человек за раз Это определенный недостаток Бобби Котика Большой недостаток Который в теории, кто-то из вас может сказать Заслуживает того, чтобы ему срезали с его зарплаты Ну не знаю, хотя бы миллиона два Хотя бы как-то в минус эта зарплата пусть ушла Но нет Она становится все больше и больше и больше с каждым годом Потому что котик решает, что действительно он заслуживает самых больших премиальных В этой всей долбанной компании В то время как 800 человек приходится увольнять, потому что денег не хватает Activision, конечно же, будет покрывать папу Бобби еще долгое-долгое время И естественно он никуда не уйдет Он приносит компании слишком много денег Он приносит компании деньги В частности за счет не самых честных способов отъема этих денег у населения Не совсем потому, что он настолько хороший бизнесмен Хотя конечно он действительно настолько хороший бизнесмен Просто его упущения, его недостатки, его ошибки откровенные Они связаны непосредственно с традиционным делопроизводством Которые как раз таки и заслуживают того, чтобы зарплату ему срезать В то время как успехи, вот эти деньги, которые он компании приносит Они связаны скорее с эксплуатативными тактиками Нацеленными исключительно на то, чтобы у людей эти деньги отнимать Микротранзакциями, еще большими микротранзакциями Лутбоксами и прочими другими громкими словами Я понимаю, почему Бобби Котик заслуживает свою позицию Он действительно ее заслуживает Он хороший исполнительный директор Но он не настолько хороший исполнительный директор Он не настолько хороший, чтобы зарабатывать 30, сука, миллионов долларов 31 миллион долларов В то время как его коллеги зарабатывают значительно, значительно меньше При этом, будучи немножко более компетентными хотя бы в каких-то вопросах Это грустно, но, пацаны, это капитализм Добро пожаловать в реальный мир Но если вы любите слушать, как я говорю, на видеоигровые или не видеоигровые темы в течение энного количества времени То в таком случае, может быть, вы захотите подписаться на этот канал и на мой основной канал Где я делаю контент, в который даже вкладываю какие-то усилия Там только что вышел обзор на Metal Family Может быть, захотите посмотреть Также советую поставить лайк или дизлайк к этому видео Оставить комментарий или несколько комментариев к этому видео на твиттером и подписаться И спасибо вам, что тратите на меня время, мои дорогие блюдки Идите сюда Субтитры сделал DimaTorzok